Вечер во Владимире продолжается. Каждый месяц у Камина мы встречаемся с писателем, автором книг в жанре авантюрных детектив Татьяной Поляковой. Этот месяц, апрель, не исключение. Весну встречаем вместе с Татьяной. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, подвели итоги 2017 года, и вы уже много лет входите в десятку самых высокотиражных писателей России. 2017 год не стал исключением. Интересно, а вот для вас различного рода рейтинги вообще важны? Знаете, я как-то с большим сомнением всегда ко всякого рода рейтингам отношусь. Мне не очень понятно, как они составляются. То есть, если, допустим, наш основной рейтинг идет по счетной палате. То есть, сколько мы там заявили книг, тиражи издательства. Ну, в общем, идет вот такой вот подсчет. Но всегда как-то, ну, я не знаю, у меня как-то это всегда вызывает много вопросов. Потому что как считать самого издаваемого и прочее, прочее. Кто-то, у кого-то разовый тираж очень большой, да, а кто-то там выпускает, ну, я не знаю, там, идут у него собрания сочинений, там, и выходит подряд, там, ну, я не знаю, там, 10 томов. И, соответственно, у него может быть общий тираж на эти 10 томов выше, чем вот разовый тираж. Но это вовсе не говорит, что каждая отдельная книга, она более популярна. То есть, у меня больше вопросов вызывают все вот эти вот рейтинги. Естественно, очень приятно, что там люди читают, что я последние, в принципе, 20 лет мало что меняется. То есть, первая десятка у нас одна и та же. Вот, ну, с небольшими какими-то там нюансами, исключениями. Ну, как читателя, меня, скорее, это менее радует. То есть, я бы, конечно, хотела, чтобы мы прирастали новыми именами. Вот. А, насколько я знаю, там приросли, по-моему, Рейм Брэдбери, что несколько тоже неутешительно. Да. Вот, потому что Рейм Брэдбери я читаю со школы, а уже дамы я в возрасте. И я не помню, что тоже кто-то из, в общем, из зарубежных классиков к нам прибился. Вот, к таким постоянным членам вот этого сплоченного коллектива. Поэтому, как бы, не очень меня это порадовало, как читателя. Ну, а как писатель, конечно, да, спасибо огромное моим читателям, которые вот со мной уже 20 лет. Вот. И, в общем, мы как-то так продолжаем мыслить примерно одинаково, смотреть примерно в одну сторону. И это очень хорошо. Ну, если к рейтингам вы относитесь с неким сомнением, то к различного рода наградам есть такая... Чем более. ...еще большее сомнение. Ну, вы знаете, что, знаешь, любая награда, ее кто-то организовывает, да. То есть это всегда вот некий такой вот межсобойчик, да. То есть собираются люди, у которых одна точка зрения, которые там, в общем, для чего-то это делают. Как правило, у них есть какая-то идея, зачем они это делают. И, собственно, исходя из этой идеи, вот они подбирают соответствующих персонажей и авторов. Я сама недавно вручала в марте месяце премию Российского Союза писателей, да. То есть, и, в общем, понятно, что эта премия, она, ну, при всем моем уважении, она не претендует на то, чтобы показать вот реальную картину, которая у нас сейчас есть в литературе. Вот. Я знаю, например, очень многих лауреатов очень престижных премий, которые, например, получили там ее, ну, там, допустим, 4 года назад. И если спросить у рядовых читателей, например, прийти в библиотеку и спросить у библиотекаря, да, вы помните, ну, вы знаете этого автора? Продокс в том, что очень многих вообще не знают. Вот. Хотя они вроде бы, ну, и рекламу получили, прогремели им, торжественно вручили. Вот. И это меня очень настораживает. Это как раз говорит о том, что, ну, вот какие-то люди собираются с какой-то целью, кого-то награждают. Вот. Это очень часто может не иметь никакого отношения к читательской аудитории. Тогда получается, что рейтинги в этом отношении, я имею в виду, да, хотя бы по тиражу, это как раз-таки хороший показатель. Ну, это лучший показатель, я считаю, потому что это, по крайней мере, показывает реальную картину. Потому что одно дело, когда вы встречаете человека на улице и задаете вопрос, значит, кто ваш там любимый автор и прочее, прочее, да, человек, во-первых, ну, он может, ну, просто от неожиданности растеряться и мучительно соображать, а кто же его там любимый автор. Другой вариант, человек, допустим, захотел поумничать. И, в общем, случайно вспомнив там Хемингуэя, да, вот, который он там читал 20 лет назад, он решил, что это вполне как бы достойно там, или и ответил, или там, когда отвечает там Пушкин Толстой, сразу возникает у меня, например, вопрос, а когда последний раз читали? И так далее. То есть, вот, здесь, конечно, это, ну, как бы всегда под вопросом. А вот, когда человек приходит в магазин и голосует за конкретную книжку рублем, это большой показатель. То есть, вот здесь уже не обманешься, здесь ты не будешь интересничать, здесь ты не будешь, так сказать, вот, ну, я не знаю, там, говорить вещи себе несвойственные. Ты вот готов открыть кошелек и заплатить, да, вот, значит, тебе это реально нужно. А если у тебя сомнения, ну, значит, ты можешь счастливо без этого обходиться. Поэтому, на самом деле, самый реальный такой показатель – это голосование, вот, читательское рублем. Очень сильно изменилось время. Сейчас практически каждый, кто имеет возможность финансовую, может издать свое произведение. Примеров тому масса и наш город не исключение. Очень многие долгие годы не могли издаваться, а теперь и в изборнике стихов выходят, и различного рода, не знаю, монографии. Вот хорошо это или плохо? Вот для вас, Татьяна. То есть, что происходит в нашем мире? То есть, это плюс, что каждый, любой желающий может издаться? Или лучше вывернуть те времена, когда для того, чтобы издаться, нужно было пройти очень-очень много различного рода, да, ну, не знаю, кордонов и дойти до этого, когда... Вы знаете, я могу сказать только одно. То, что у людей есть возможность, вот любая возможность, да, вот делать то, что он считается, что для него важно, это замечательно. Вот есть у тебя желание, например, прыгать с парашютом, у тебя должна быть возможность вот свое желание осуществить, да, естественно, нормальным, цивилизованным способом. Вот, есть у тебя желание издать свою книгу, там, стихов, прозы и прочее, и ты имеешь такую возможность, замечательно. Понимаете, дело-то не в том, чтобы напечатать книгу, там, даже тиражом, там, ну, я не знаю, там, в тысячу экземпляров. Вопрос в том, чтобы эта книга нашла дорогу к издателю. То есть всегда напечатать, это только половина дела, вот, надо еще, в общем, ее как-то реализовывать, то есть каким-то образом ее пристроить в книжные магазины, ну, я не знаю, там, куда там, в киоски, где-то еще, чтобы ее можно было продать. Ну, или, я не знаю, там, благотворительно раздать, ну, это тоже целое дело, понимаете, ну, вот самому ходить по улицам и предлагать свою книжку, ну, это, в общем, не каждый, наверное, на это пойдет и на это способен. Поэтому, понимаете, это все опять под вопросом, это очень хорошо, что возможно, а дальше-то что, прочитает ли эту книгу кто-нибудь, кроме вашей мамы, там, любимой девушки и соседа. Вот, поэтому вопрос немножко в другом. Ну, сейчас есть интернет, поэтому, в принципе, я считаю, что любое издание своего читателя найдет. Произведение живет своей жизнью после того, как оно выходит из-под пера писателя. Один из показателей популярности, это, безусловно, экранизация романов. История экранизации ваших романов началась с тонкой штучки, все правильно? Да. И это было в 99-м году, я напомню нашим зрителям, вдруг кто-то забыл эти даты. Так вот, в 2017-м вышла девятая экранизация, это был роман «Барышня и хулиган». Скажите, вы всеми довольны? И вообще все ли видели из этих девяти? Нет, я видела, конечно, все. На самом деле мне нравится тонкая штучка. То есть мы хотели сделать комедию, мы сделали комедию. И чем дальше мы уходим от этих пресловутых 90-х, тем она смешнее кажется. Потому что мы, слава богу, уже забываем то время и видим каких-то комедийных персонажей, которые иногда даже симпатию вызывают те же самые забавные бандиты. Но уж никак не страх. Это хорошо, что мы смеемся. Когда человек смеется, ему не страшно, значит, все в порядке. А что касается сериалов, вы знаете, я всегда смотрю как чужое. И, в общем, составляя свое мнение, нравится, не нравится, исходя из того, что я просто, так сказать, зритель, который никакого отношения к данному произведению не имеет, и я вот его смотрю и делаю вывод, нравится, не нравится. Потому что кино – это коллективный вид искусства, а то, что делаю я, это сугубо мое. Поэтому все, что я хотела, я уже сделала, вложилась по полной, я все пережила. А дальше, как вы правильно сказали, герои уже живут какой-то такой своей жизнью. Поэтому требовать от режиссера, чтобы, я не знаю, от персонажей, от кого угодно, кто занят в этой индустрии, чтобы это было похоже на то, что задумала я, ну, это по меньшей мере наивно. Потому что я их всех знаю, этих людей, всех своих персонажей. И вот представьте, что вы там хорошо, там, ну, я не знаю, знаком с своей подругой. И вдруг приходит какая-то женщина, вам говорит, вот я, вот там, Маша Перепелкина, да. Ну, замечательно, ну, вы соглашаетесь там в силу какой-то игры. Да, это Маша, но вы же не можете к ней относиться, вот, как к своей подруге. Вот, вы понимаете, что это человек, который там, ну, вот в силу какой-то игры, необходимости ее изображает. Вот точно так же и я. То есть я знаю, какие они должны быть. Поэтому, вот, со своей точки зрения, я не знаю, там, приставать к деталям, там, выражать недовольство, мне кажется, это очень странно по меньшей мере. Вот, то есть я смотрю кино, вот, которое, в общем, сделали на основе там... Большого романа. То есть сюжеты не более, вот так, да? Абсолютно, абсолютно. Причем даже если сюжет уходит, я не очень переживаю по этому поводу. Потому что я понимаю, что это совершенно все другое. Это не про меня. И все-таки, мне кажется, это настолько приятно, когда твое произведение берут за основу уже нового художественного произведения. Вот, в частности, была книга, а стало кино. Ну, вы знаете, я, опять-таки, у меня свое мнение на все, может быть, неправильное, может быть, вот, ну, может быть, я упорно иду там против сечения, вот, и это, там, в силу своего характера. Но я могу сказать, что, во-первых, я очень редко встречаю положительные читательские отзывы об экранизации. Как правило, меня заваливают, в общем, мнением о том, да как же вы позволили, вот такая замечательная книга, а там вот это вот все плохо и так далее. И, в общем, я пытаюсь и на встречах, и вот, когда люди пишут индивидуальные ответы, объяснить свою точку зрения, почему это и как это. Ну, понимаете, читатель выступает с автором автора, когда читает книжку. Он же тоже себе что-то представляет. Конечно, у него тоже все эти герои уже такие, вот, как он их увидел. Почему мы всегда так трепетно относимся к экранизациям, да? Вот очередная экранизация, и пошло, поехал, это все не так, там, Гришка Мелехов не такой, вот этот не такой, в общем, искритикует все, что возможно. Не потому, что мы вот такие недовольны, просто потому, что, если мы читали книгу, да еще она произвела на нас впечатление, мы на нее потратили какую-то часть своей жизни, свою фантазию, все это увидели, пережили, душу свою вложили, и вдруг нам показывают, вот, ну, не то, что мы уже видели. Для нас это, конечно, шок. То есть, как правило, это идет на отторжение, все не так, все неправильно. Хотя, возвращаясь к тому же Григорию Мелехову в последнем фильме, он как раз вот четко его описание соответствует тому, что мы находим у Шолохова, да? Вот, но вот мама моя, например, упорно стояла на том, что Глебов был краше, лучше и прочее, хотя Глебов снимается в этой роли уже взрослым мужчиной, а вообще мы встречаемся с Гришкой, когда ему вот-вот, так сказать, совершеннолетие. Вот, поэтому вот это бессмысленно. Какой хороший совет, Татьяна, не нужно ничего ждать, тогда не будет разочарования. Ну, как вам сказать, мы так устроены, что ждать нам обязательно что-то надо. Это всегда надежда, что вдруг твое видение совпадет с видением вот режиссера, вот тех людей, которые фильм этот делают. Вот это же счастье, когда ты видишь то, что вот с чем ты согласен душой, да? Вот, у меня такие встречаются, вот, правда, не с моими романами, да, экранизированными, но вот с некоторыми классическими вещами, когда я смотрела фильм. И это было такое счастье, что я вот понимаю, это вот мое, я это принимаю, это здорово. У нас с вами есть такая рубрика в рамках наших встреч у Камина. Совет от Татьяны Поляковой, что почитать? А давайте сегодня будет совет, что посмотреть, раз уж мы о кино заговорили. Ну, вы знаете, я на самом деле очень люблю фильмы, которые основываются на каких-то автобиографических вещах, да? И вот совсем недавно, фильм, в общем-то, довольно уже старенький, но получилось так, что вот попался он мне, я пересмотрела с удовольствием дневники мотоциклиста. Это испанский фильм, повествует он как раз о молодых годах Эрнеста Че Гевары, о том, как он отправляется как раз в длительное путешествие на мотоцикле со своим другом. Мне показался очаровательный совершенно фильм, очень атмосферный, очень интересный, и мне очень понравилась авторская идея. То есть на протяжении всего фильма зритель, если он не знаком с биографией Чея, не читал вот его, собственно, эти путевые заметки, он даже не знает, о ком идет речь, и только в конце фильма вот нам голос за кадром сообщает, собственно, кто это такой. И мне это очень понравилось, потому что, ну, допустим, далеко не все настолько плотно интересуются Че, а если бы это была какая-то заявка сразу, то и отношение к происходящему было бы несколько иным. А здесь мы видим двух молодых ребят, ужасно забавных, смешных, трогательных, вот, и вместе с тем мы видим характер, да, то есть когда в конце мы узнаем, кто это, мы понимаем, что, ну да, вот оно так и есть. Несмотря на то, что он тут совсем еще маленький, и вся его, так сказать, карьера революционера впереди, но мы видим вот это вот человеческие качества, которые, собственно, и сделали его, ну, я не знаю, там, воспринимать его можно по-разному. Ну, для меня он всегда величайший авантюрист 20 века, вот, поэтому я это увидела, в общем, очень ярко. Поэтому всем советую, если кто-то пропустил этот фильм, фильм, с моей точки зрения, внимания заслуживает. Дневники мотоциклиста, записываем ближайшие, да, планы, да, ну, выходные, наверное, можно потратить как раз на это. Кстати, про выходные, идеальные выходные, Татьяна Полякова, это какие? Идеальные выходные, никуда не спешить, не прятать телефон, чтобы он не мешал, долгая прогулка, друзья, валяться побольше на диване с книжкой. То есть, ну, всё самое, всё самое обыкновенное, банальное. Главное, чтобы не было ощущения, что ты кому-то что-то не успел сделать, вовремя отправить, в общем, с кем-то вовремя встретиться и так далее. То есть выходные, отдыхают. Когда есть ещё не свободы, да? Да, да. Мы обещали нашим зрителям в прошлый раз, что мы поговорим немножечко о любимом, о женском, я говорю о моде. Весна, хочется преображаться, хочется изменяться. И я знаю, что вы следите за модой. О чём слышали в последнее время, каковы тенденции на ближайшее время, Татьяна? Нет, просто не так давно была такая большая фотосессия. И девушка, которая, собственно, вот мною занималась, макияж и всё такое прочее, она участвовала в неделе моды в Москве. И пока мы с ней тут, в общем, занимались, она мне много всего интересного успела рассказать. Хотя сказала, что как бы предложений было очень много, как бы вот трендов различных. Но всё-таки основной тренд, который нас, в общем, ждёт в ближайшее время, это естественность. Естественность и естественность. То есть никаких прямых линий, никаких таких вот чётко очерченных бровей, подводки. Всё растушёвывается, всё совершенно вот в таких тонах бежево-светло-коричневых. То есть никаких ярких, яркие тени там типа синих, зелёных. Нет-нет-нет, всё вот такое. То есть сказали, что даже тональный крем, он должен быть такой, чтобы веснушки просвечивали. То есть вот как будто вы встали, умылись и пошли. Вот. И то же самое с прической. То есть вот вы как будто встали, так легко взбили волосы. Понятно, что вся эта естественность дорогого стоит, и, в общем, придётся потрудиться, чтобы макияж был, и при этом всё это выглядело по весеннему смежу. Но так как я всегда человек любопытный, я тут же вернулась, посмотрела, как раз вручение Оскара было, и понаблюдала, как вот, собственно, наши голливудские дивы были, как они выглядели на церемонии. Я должна была согласиться, что действительно вот в тренде как раз вот что-то такое весёлое, свежее, девичье. В общем, будем стараться выглядеть свежо. Будем стараться выглядеть естественно этой весной. Татьяна, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Мы по традиции, опять же, проанонсируем, о чём будем говорить в следующий раз. Вот мы уже наметили одну из таких тем. Это экстремальные эксперименты. Да, попробуем? Попробуем. Попробуем рассветить эту тему в следующий раз. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Оставайтесь с телеканалом «Вариант». Совсем скоро увидимся. Продолжение следует.